Здравствуйте и с Новым Годом! С вами Крым Реалии и я, Катерина Некречия. Это программа о том, что на самом деле происходит в Крыму. И сегодня мы будем говорить о самых главных и интересных событиях на полуострове в 2016 году. Сегодня вы узнаете... Как в Крыму воевали со свиньями? Мы их залезали. Для чего ограничили продажу легального алкоголя, но позволили косметическую настойку боярышника? Он дешевле как бы. Как российские спецслужбы встречали путешествующих на полуостров? Грустно и тоскливо. 2016 год на полуострове начался с эпидемии, которая нанесла убытки крымским фермерам. Это африканская чума свиней. С чего она началась? Да и была ли она на самом деле, узнавали мои коллеги. В конце января в Крыму якобы произошла вспышка африканской чумы свиней. Вскоре карантин распространили на весь полуостров. На рынках запретили продажу местной свинины. В селах неподалеку от источников инфекции у людей забирали животных на убой. За килограмм давали 99 рублей компенсации. Кто-то резал свиней, пока до него не добралась чума. Мы зарезали, у нас было трое свиней, мы их зарезали, потому что отдавать даром тоже никто не собирался их. Держали для себя и почему мы должны были отдать. И все люди так поступили. Мне жалко труда, жалко того, что я уложила, купила зерна, все. И теперь ничего не осталось. И как жить дальше? Человеку вирус африканской чумы не угрожает, а для свиней он смертель. Вакцины не существует. За полгода из-за карантина уничтожили почти 10 тысяч крымских свиней. Это данные подконтрольного Кремлю местного правительства. Хозяевам животных выплатили 77 миллионов рублей компенсации. Из-за убытков крымские фермеры вышли на акцию протеста. Требовали отменить общий карантин, оставить только локальный. Разрешить реализацию это раз, хотя бы в тех районах, где относительно нормальная обстановка. Разрешают же торговать приезжей свининой, привозной свининой, правильно? Разрешают. Почему нельзя? В итоге чрезвычайную ситуацию отменили. Россельхознадзор объявил причину вспышки. Дескать, Крымский комитет ветеринарии не контролировал перемещение животных из российских регионов. Вину на Россию возложила и украинская сторона. В конце ноября на полуострове будто бы снова вспыхнула африканская чума. Крымский комитет ветеринарий сразу заявил, скорее всего, вирус завезен из Краснодарского края. Александра Славина для «Крымреалии». Вы смотрите «Крымреалии». В 2016 году именно в Крыму руководитель российского правительства господин Медведев сказал знаменитую фразу «Денег нет, но вы держитесь». В прошлом году экономическая ситуация в России действительно стала лучше. А жители аннексированного полуострова так и не дождались ни Керченского моста, ни новых электростанций. Впрочем, на определенные объекты в Крыму у российских властей нашлись деньги. Речь идет прежде всего о памятниках, которыми россияне щедро засеяли украинский полуостров. В 2016-м российские власти не жалели для полуострова ни мрамора, ни бронзы и штамповали памятники. Российскую царицу Екатерину II за 47 миллионов рублей вылепили в Подмосковье и установили в центре крымской столицы. «Раз поставили, значит, какие-то заслуги есть. То есть она населила Крым русскими людьми». «Я не местный житель, не познаю вашу историю. Но она присоединила Крым к России». Чуть меньше бронзы ушло на памятник зеленым человечкам. Лампочка побольше и лампочка поменьше. Это и есть новый памятник блэкауту, то есть отключению электричества. Цвет на полуострове пропал год назад. «Блэкаут я лично благодарна. Вон, смотрите. Я думаю, что демографический фонд Крыму очень даже поднялся за счет этого». Посреди поля рельсы и вагон для скота. Так выглядит памятник жертвам сталинских депортаций. В первую очередь мемориал открыли на железнодорожной станции «Сирень» под Бахчисараем. В новом году крымские чиновники хотят увековечить российского президента Владимира Путина при жизни. «Давайте сделаем памятник символу. Это будет образ Путина, но памятник символу российского капитана. Капитана, который стоит за штурвалом в морской форме, где он с таким суровым лицом действительно смотрит в будущее». Деньги на бронзового Путина уже собирают. Так выглядят первые эскизы памятника. А такие варианты предлагают пользователи соцсетей. В 2016 году крымские чиновники, назначенные Россией, отрапортовали, что количество туристов на полуострове выросло. Более того, они даже насчитали почти 2 миллиона иностранных туристов. Откуда они взялись? Ответ простой. С материковой Украины. Поскольку всех владельцев украинских паспортов, а их в Крыму проживает не менее 2 миллионов, представители российской администрации Крыма причислили к туристам. Так сколько же отдыхающих на самом деле было на полуострове, узнавали наши корреспонденты. Майские праздники в Крыму – генеральная репетиция летнего сезона. Но даже в популярной среди туристов Ялте – полупустые кафе и рестораны. В частной беседе отдыхающие рассказали нам, что полуостров им разонравился. Я родилась и выросла в России. Я вообще вся из России. Но мне больше нравилось при Украине. Правда, весь Крым больше нравился. Это не только я. Вот тут процентов 80. Вы представляете, Ялту жалко. И, честно сказать, я даже не знаю теперь, в Ялту приеду я или нет. Летом туристы выбирали в основном курортные города. В поселке же наведывались постоянные отдыхающие. В этом году грустно и тоскливо. Народу мало. На переправе мало, здесь мало. Обычно отдыхающих много. Куда стало дорого. И, в общем, получается так, что на сегодняшний день уровень сервиса не соответствует тем ценам, которые есть. В разгар сезона в России отменили запрет на продажу турецких туров. Его ввели из-за сбитого российского бомбардировщика. После перерыва в 8 месяцев туры в эту страну вернулись в топ-продаж. Все-таки были современные такие отели. Да, шведский стол более такой качественный. Да, я думаю, что такое влияет. Стоимость билетов в Крым дороже, чем в Турции. Сам сервис там немножко скажем пораскруче, чем здесь. Московские цены и несовершенный сервис – далеко не все, что огорчало россиян на отдыхе. И не очень-то прожилать. И не очень-то с переходом в Россию, я так понимаю. Мне всем нравится. Бардак полнейший. Завышает цены очень много. Люди какие-то агрессивные, не знаю. Раньше такого не было. Природа, напротив, радовала курортников. Прекрасная природа, чистое море, рядом Севастополь, Ялта. Если вы на машине, то можно посетить много интересных мест. За три сезона под контролем России изменился и портрет крымского отдыхающего. Теперь это бюджетник либо льготник. Если отменят эти дотации, а сегодня 700 тысяч бюджетников едет в Крым, сегодня миллиарды рублей датируются на билеты в Крым, если это государство российское не будет делать на своей захваченной территории, то туристов в Крыму будут только сами крымчане. За весь год Ассоциация индустрии и гостеприимства Украины насчитала на полуострове полтора миллиона туристов. Под контрольной же России власти более пяти с половиной, хотя раньше надеялась на все семь миллионов. Александра Славина для Крымреалии. Вместе с российскими флагами в жизнь крымчан пришел и боярышник. Точнее, его спиртовая настойка, которая заменила водку или аптечный спирт беднейшим слоям населения и стала настоящим бедствием полуострова. Не без помощи российских чиновников, которые ограничили продажу легального алкоголя, но не контролировали свободную продажу косметического лосьона со спиртом, который можно было купить где угодно и когда угодно. Приключения боярышника в Крыму. За темой следили мои коллеги. 77. Столько человек погибло от настойки боярышника в Иркутске. Массовое отравление произошло в декабре. Причиной смерти людей стал метиловый спирт. Это вообще наши покупатели, они постоянно к нам ходят. Они помимо этого покупают продукты, пиво, сигареты. Тут, я не знаю, и купили как бы этот боярышник. И все после этого я их, кстати, даже и не видела больше. А это магазин в Симферополе. За последние два года алкоголь на полуострове подорожал. Россия увеличила акцизы на крепкие напитки и ограничила продажу спирта в аптеках. Зато едва ли не повсюду торгуют настойкой боярышника. Она стоит, как чашка кофе. О популярности боярышника говорит количество пустых бутылочек на улице. Очень много. И везде, постоянно. Особенно еще и круглые, пластмассовые. За 31 домом. И стеклянных очень много. Это вообще трава считается. Дешевая сердика, правильно. Поэтому люди и травятся. В составе настойки большое количество спирта. Боярышник и глицерин. Напиток понижает давление. Поэтому в первую очередь опасен для гипотоников. Они могут заснуть и не проснуться. Но в группе риска не только они. В анамнезе из трех, которые умерли вследствие психоза, два человека четко употребляли боярышника. До массового отравления в Иркутске купить флакон боярышника на полуострове мог кто угодно. Ведь официально это не алкогольный напиток, а лосьон для тела. Он дешевле. Разбавил с водой, может, с лимонадом и пьют. Дешевле выходит, чем водка. 20 рублей стоит этот лосьон. Раньше же продавалось только в аптеках. Сейчас в каждом магазине это есть. На днях Роспотребнадзор запретил продажу боярышника и других настоек, содержание спирта в которых превышает 25%. Ограничение временное. Пока на 30 дней. Марина Гасприн для Крым Реалии. С вами Крым Реалии. Мы говорим о главных событиях уже прошлого года в Крыму. Вы узнаете сегодня. Как жителей полуострова уже третий год кормят обещаниями о новых дорогах. И как российская власть в Крыму охотится на украинских граждан. Продолжение смотрите через несколько секунд. Вы смотрите Крым Реалии. Сегодня мы говорим о самых знаковых событиях в аннексированном Крыму. Подконтрольная Кремлю власть полуострова развернула уже целый конвейер преследований за инакомыслие. Обыски и задержания десятки дел и пытки. Схемы похожи. Отличаются только статьи административного и уголовного кодексов России. За все время аннексии полуострова именно в прошлом году репрессии ФСБ набрали наибольшие масштабы. Но об этом не расскажут в крымских СМИ. Вот так забрали еще одного, пятого нашего брата, соседа, родственника. Позор! 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 А вот эти вот люди, называющиеся мужчинами, скрывают свои лица и забирают простых людей. Они приходят в дома в 6 утра, ломают двери, пугают детей, иногда бьют мужчин на глазах у близких. Это было буквально секундное дело, они уже у нас в комнате, в то время, когда мы спали. Мы и дети, вот все в одной комнате. То есть мы даже одеться не успели. То есть они зашли прям в носок, и не выдумывали. А потом, когда мы... Они ворвались сразу в уши, повалили на пол, они его ударили, плыли, одели наручники. В ушедшем году по всему полуострову обыскивали дома мусульман. Задержали 14 человек. Их обвиняют в причастности к Хизб Ут-Тахрир. Это международная исламская организация. В Украине легальная, в России признана террористической. Уже осудили 4-х крымских мусульман, арестованных в 2015-м. И якобы главе ячейки дали 7 лет тюрьмы. Остальным по 5. В апреле подконтрольной России суд запретил меджлиз крымских татар. Это представительный орган народа. Позже стали преследовать заместителя его главы. Ильми Умерова обвиняют в призывах к нарушению территориальной целостности России. Повод – выступление на телевидении, в котором он призывает восстановить границы Украины и России. Личное пребывание на свободе у меня не стоит выше, чем любовь к родине или желание, чтобы эта оккупация скорее завершилась. Преследуют и журналистов. В апреле обыскали 7 домов. В частности, квартиру известного украинского журналиста Миколы Семенны. Против него возбудили уголовное дело за призывы к нарушению территориальной целостности России. Как доказательства, следователи приводят одну публикацию на сайте Крым Реалии. Там автор называет полуостров украинским. Уже больше двух лет в Крыму установлено тотальный жесткий контроль российской спецслужбы. И в связи с этим немае свободы слова. И вольная и честная журналістика уже загнана в подпильню. Это типовое, классическое, политическое переследование. Если он будет избавлено воли, то он будет объявлено въязаном сумлёнья. И это будет абсолютно очевидно. Дальше российское ФСБ хватало людей по подозрению в диверсионной деятельности. В августе задержали как минимум четырёх человек. Правозащитники не исключают, что в этом деле могут быть неизвестные заключённые или даже погибшие. В ноябре российские силовики задержали шестерых крымчан. Им инкриминируют диверсии и шпионаж. Это прогнозовано, потому что практика затриманья ніяк не отличается ещё от КГБ. И вот та схема, как они это делают, она очень четко проследовывает. Мы их не считаем диверсантами. Граждане Украины, спецслужбы Российской Федерации используют в своих специальных, в том числе информационных операциях, чтобы нагнетать страх, показывать такие страшилки и говорить, что вот там украинцы воюют против России. В обоих случаях крымская правозащитная группа видит политическую подоплёку и заявляет о пытках, давлении на задержанных и фальсификации доказательств. Краина-агрессор, которая окуповала нашу землю, звинувачивает наших граждан в том, что, мовляв, мы зазихаем на территориальную целостность России. Это просто край циничности, но только от, знаете, гнева, мы тут мало что вырешим, мы должны дальше со всеми работать на то, чтобы максимально послабить Россию, чтобы змусить её сесть за стил переговоров. Только с одного вопроса – где оккупация? Под конец 2016 года обыскали жителя Севастополя Игоря Мавенко. А до этого осенью его избил российский полицейский за украинскую символику на велосипеде. В Раздольницком районе арестовали фермера Владимира Балуха. У него якобы нашли патроны и взрывчатку. Обыск прошёл через несколько дней после того, как мужчина вывесил на своём доме табличку с надписью «Улица Героев Небесной Сотни». В крымской правозащитной группе полагают, «В новом году политические преследования на полуострове будут только нарастать». Григорий Ермилко, Александра Славина для «Крым. Реалии». Керченский мост и трасса «Таврида» – два проекта, которые в ближайшее время хочет построить российская власть на украинском полуострове. Впрочем, уже сейчас некоторые почувствовали на себе последствия реализации этих проектов, поскольку именно их дома мешают новым дорогам. Президент России Владимир Путин осматривает место строительства Керченского моста. Сооружение должно соединить полуостров с соседней Россией. Проект оценивается почти в 228 миллиардов рублей. Но крымских журналистов волнует, неоткуда взялась цена, а как будет называться мост. Мы называем его «Крымским мостом». Но москвичи, например, ассоциируют это название совершенно другим объектом. Керченский мост, к нему не прижилось. Другие идеи не очень обсуждаются. Как бы вы назвали этот мост? Спасибо. Ну, вы знаете, вы же сами только что сказали. Керченский, Керченский, Керченский. Я придумал его строить. Этих домов вскоре не станет. Они мешают возведению моста. Весной прошлого года мы разговаривали с местными жителями. Крымские власти обещали переселить их в новые квартиры до зимы. Прошло полгода. Обещание не выполнено. У нас нормальное жилье есть, где-то подшаманить что-то. Мы хотим достойное нормальное жилье получить. Тем более стройка такого масштаба. Очень хотят, ну, просто хотят, можно сказать, деньги, наверное, положить себе в карман и так расселить. Как попало. Трасса Таврида – еще один проект, поддержанный российским президентом. Дорога протянется от Керченского моста и до Севастополя. Проехать расстояние в 280 километров можно будет вдвое быстрее, чем сейчас. Благодаря трассе Таврида машины, которые едут в сторону Севастополя, будут объезжать крымскую столицу. На это надеются местные жители. Два года подряд заторы испытывают их терпение. Люди лучше жить стали, машин понабрали. Вот, посмотрите, что творится. Вы же видите, регионы, какие хотите. Вон с Россией понагнали машины. Катаются все, кому не лень. В свое время улицы были пустые. Например, живу на улице Шмидта. В день 10 машин проходило. А теперь посмотрите. Для крымчан, чье жилье снесут ради Тавриды, ее строительство – трагедия. Сравнять с землей планируют часть этих домов под Симферополем. Похожая ситуация в Бахчисарайском районе. Двое несовершеннолетних детей у меня. И куда это все? Хотя говорят, что никто вас спрашивать не будет. И будем... Это федеральная трасса. Люди, которые здесь собирались в субботу, они все говорят, ну как так, мы положили жизнь на это. Сколько денег это, там ветхое жилье, и их не хотят сносить. Ну как отреагировали? Вот представьте себе, ну как можно отреагироваться? Ну вот представьте себе, вначале не спали. Четыре месяца мы не спали. Ущерб за снесенные дома российские власти обещают компенсировать. Люди боятся, что их обманут. Но иного выбора, кроме как ждать, им не оставили. Марина Гасприн для Крымреалии. В новом году мы продолжаем следить за тем, что происходит на полуострове. Я поздравляю вас с Новым годом и Рождеством. Желаю, чтобы 2017 год был лучше и добрее. С вами была Катерина Некречия и Крымреалии. До встречи через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин